Ответственность за убийство и ранение наших медиков, оказывавших помощь детям Алеппо, лежит не только на непосредственных исполнителях, то есть на боевиках оппозиции. Кровь наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства. Тех, кто создал, выписывал и вооружил этих зверей в человеческом обличии, назвав их для оправдания перед своей совестью избирателями оппозиции. Да-да, на вас, господа покровители террористов из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образования. Ну, во-первых, мы не знаем, кто это сделал, потому что все перемешано. Это может быть Алнуши, скорее всего, Алнуши, террористы, это может быть другие группы. Но если вы спрашиваете меня, против ли я бомбардировки... Майкл, когда это делает другая сторона, которая вам не нравится, вы всегда сразу все знаете. Вы про самолет сразу все знали, а тут тебе надо выяснить. А тебе что надо выяснить? Тот, кто прицельно стрелял по военному госпиталю... Надо выяснить, какие конкретные люди и группы это сделали. Я против бомбардировки и этого объекта. Я против бомбардировки гуманитарного конвоя, если вы помните. Я против бомбардировки больницы в Восточном Америке. Виновных, которые, кстати, так никто и не нашел и никаких доказательств не предъявили. Я против всего этого. И надо расследовать этого. И вот этот термин военные преступления, я согласен с вами, если сегодня мы будем говорить о международных правах и о военных преступлениях, это дело очень гибкое. Для кого-то это военные преступления, для кого-то... Согласен. Майкл, но не кажется ли тебе... Но мне кажется, здесь в любом случае это преступление. Если бы в стремлении правительственной армии Асада и тех, кто ей помогает, на руках этих людей не висли бы с диким воем сторонники «не надо, не надо, не надо» — это умеренная оппозиция, может быть, тех, кто обстрелял этот военный госпиталь, их бы уже в живых давно не было. Их бы уже в пыль превратили. Если бы не было этого воя и этих повисших на руках гуманитаристов. А может быть, это специально для этого было и сделано? Пожалуйста, сейчас, секундочку. Пожалуйста. Он не знает, кто это сделал. Умеренной оппозиции нет. Она, возможно, была в начале вообще, но сейчас ее нет. Это просто боевики. А вы говорите так, вы знакомы с ситуацией... Я жила в Сирии 18 лет. Да, я знаю, у меня там родственники живут в Алеппо как раз. Конечно, конечно, это был акт устрашения, во-первых. Во-вторых, хотелось бы сказать, что этот обстрел был произведен не самодельным, а высокоточным оружием. Точное попадание... Но ведь видели, куда стреляли. ...корректировалось. И, наверное, лукавить не нужно. Такое дорогостоящее вооружение, вы, наверное, знаете, кому и кем поставлялось. Здесь задействованы в том числе инструктора. Это не какие-то случайные болванки, которые были в саленном гараже. Катин вопрос был. Если это сделано сознательно, а это очевидно сделано сознательно, зачем? Это сделано сознательно. Это сделано сознательно для того, чтобы попытаться показать, что мы якобы не сможем защитить наших медиков. Но я хочу сказать, что Российская Федерация способна защитить наш контингент, который там находится. Через несколько дней мы будем знать фамилии тех людей, которые это сделали, и они будут все уничтожены. А вместо того, чтобы здесь орать, надо сейчас стоять у посольства США с плакатами и требовать воздействия. И когда объявляют блокаду Кубе, то Куба ездит на старых машинах. А когда Америка якобы борется с оппозицией, то почему-то эта оппозиция ездит на новые джипы. Обратите внимание, там, где Соединенные Штаты борются якобы с умеренной оппозицией, это умеренная оппозиция ездит на новые джипы и уничтожает наших женщин, которые работают в медицинских госпиталях и звукоточных вооружений. А вы слышите, а вы слышите, что говорит Феликс? Феликс вам говорит, Феликс вам говорит, это к вопросу от тех, кто виснет у нас на руках. Феликс вам говорит, что и в этом обстреле тоже виноваты мы, и часовенку тоже мы, и все это мы. Потому что вы это практиковали все 90-го севера на Северном Кавкате. А вы это практиковали с 41-го по 45-й, ничего, по красным крестам долбили. Может, и вы виноваты? Феликс, ну что за идиотская постановка вопроса? Ну, Феликс, ну, Феликс, я хочу сказать, что вот эта аргументация, это вы, ну нельзя, ну понимаете, вы с 4 года долбили по красным крестам. Четвертая городская больница в Чечне. Будённовск, это как раз те конфликты между... Будённовск был на территории Российской Федерации. Это же взаимный, это же взаимный стиль. Будённовский роддом был захвачен боевиками. Значит, это была ответа на четвертая городская больница. Послушайте, Максим, вы хотели... Вы, вы, вы считали, вы посчитали... Максим, спокойно, коллеги, Максим, спокойно не получится. Это не шахматы, а регби. Да нет, ну на самом деле, никто ничего не слышит. Обратите внимание, вы... Никто ничего не слышит. Сейчас все услышат вас. Вы услышали, вы услышали что-то опасное в заявлении, которое было сделано. Что вы считаете опасным? Я считаю опасным, опасным и безответственно намекать на то, что это сделали американцы. Что... Ни слова не было сказано. В общем, я вашим намекаю... Вы не это имели в виду? Официальный представитель Министерства Савороны Кадашенко... Стоять у американского посольства это не значит говорить, что это сделали американцы. Чьи инспекторы, скажите, я понял, что вы намекаете на ней, пожалуйста. Позвольте, я спокойно объясню, товарищи. Я хочу вам сказать, что в прекрасно известном вам сюжете о том, как с 87-го года начали валить стингерами наши вертолеты, это валили не американцы. Но стоять нужно было рядом с американским посольством. Исключения из правил бывают, но не для всех и не всегда. Именно об этом рассказывает документальное кино «Болезни высших достижений». Фильмы международные эксперты раскрывают механизмы того, как пишутся эти исключения из правил. Например, в прошлом году ВАДА одобрила 1330 терапевтических исключений. Схема, в которой употребление запрещенных средств законно и проста, оказывается, западные спортсмены регулярно используют сильные препараты, на которые у них есть сертификаты, одобренные для медицинского использования, то есть при болезни. Вот и получается, что для русского допинг, то для западного спортсмена лекарства. Я лично не верю, что когда-нибудь будет абсолютно чистый спорт. Я думаю, людям давным-давно следовало бы расстаться с этой иллюзией. Но я верю, что стоит бороться за спорт с равными правами для всех. Неважно, кто ты – испанец, датчанин, русский или мексиканец, кто угодно. Правила для всех должны быть одними. И наказание тоже. А сейчас, к сожалению, всё не так. И если в ситуации с допингом США разрешают употреблять запрещенные препараты под видом лечения болезни, то на политической арене всё приобретает совсем другие масштабы. Борьба с терроризмом под таким громким лозунгом Америка позволяет себе вторгаться в политику других стран, каждый раз разрабатывая всё новые и новые механизмы игры в обход правил. Важно понять этот механизм, правильно? Механизм очень прост, вы не поверите, не надо быть больным порой. То есть, например, для того, чтобы получить амфетамин, вот коллеги уже хотят спорить, но тут спорить не с чем. В США, например, амфетамин выписывают детям с диагнозом синдром дефицита внимания. Синдром дефицита внимания в США по подсчётам некоторых специалистов у 25% населения. Это лекарство, амфетамин, оно делает вас вот сконцентрированным. Вы не будете спорить и кричать друг на друга, вы будете говорить очень чётко свои мысли и не будете перебывать. Нам надо на входе, на входе тут бесплатную раздачу амфетамина. В отстранении нашей сборной от Олимпийских игр в Рио создатель теперь уже запрещенного вада Милдраната увидел определённый смысл. До меня дошла информация, что прежде чем запретить Милдранат, спортсменов наблюдали на предмет того, у кого именно и сколько препарата находится в организме. И констатировали, что больше всего концентрация у спортсменов из России. Очевидно, кое-кому пришло в голову некое политическое решение. Будто нарочно чёткие схемы были прописаны, переписаны и подогнаны под нужное лекало. И то ли случайно, то ли нет, но получилось, что это лекало было изготовлено ровно под нашу сборную. В документальном фильме Первого канала «Болезни высших достижений» глава Всемирного альянса спортсменов Стивен Зельдхофер откровенно объяснил, кто пишет правила Всемирного антидопингового агентства. Если взглянуть на состав комиссии вада, которая контролирует список запрещенных веществ, то из 13 человек комиссии, 8-9 родом из Британии, США и Германии. Остальные из Африки, Восточной Европы. То есть список под контролем у англосаксов. Неудивительно, что Запад пытается использовать своё привилегированное в данном случае положение на все 100%. Гея, вот я переносясь к тому, о чём мы говорили до того, как мы перешли в спорт высоких достижений, хочу спросить. Получается ведь так, что и правила, которые касаются того, какую оппозицию считать умеренной, а кого считать террористами, тоже под контролем у англосаксов. И, соответственно, мы примерно в той же самой ситуации, что мы всё время кричим, ребят, вы пишете правила под себя, и мы ничего не можем сделать. Но, в общем, я-то вижу в этом абсолютную параллель. Вопрос, что с этим делать? Они мало того, что пишут под себя, так они ещё их и нарушают. Вот удивительно. На самом деле, ВАДА, когда было создано в 99-м году, не так давно, да, это сначала был такой орган, он был создан с разрешением, ну, то есть с полного одобрения и при участии Международного Олимпийского комитета, и призван был сделать игры, да, там, Олимпийские игры честными. У них даже лозунг-то «Играй честно». Но, как только они получили власть, а это произошло при Роге, при предыдущем президенте Олимпийского комитета, они превратились абсолютно в организацию, которая стала заниматься, ну, сама собой. У неё мало того, что экономические, да, рычаги, а у неё ещё появились и политические. Понимаете ли, в чём дело, Гея, меня при всей моей, ну, условно говоря, любви к спорту высоких достижений, меня интересует эта, скажем, схема, схема, как она работает. А вот как в политике она работает? Вот эти вот англосанцы, да, как это в политике, ведь тот же самый механизм. Пока наша страна строила коммунизм и коммунистический мир, на Западе полностью разработали новую модель терминов политических и ценностей. Права человека, демократия, терроризм, уровень коррупции. Создали огромное количество рейтинговых агентств. То есть это как те самые правила про допинг, которыми они знают, как пользоваться. Они пишут эти правила. А мы такие пришли и всё сразу подписали в 91-м. Они создали, значит, Международный уголовный суд, значит, Европейский суд по правам человека и так далее, и так далее. Нам эти правила предложены были, мы их приняли после краха Советского Союза. И теперь, когда мы попадаем... Не читай, как обычно. Как обычно, не читай. Мы их написали, да? Они соблюдают эти правила, нам бьют по рукам и говорят, вы не попадаете. А нам говорят, там ещё 1333 исключения, ребята. И наша проблема в том, что мы сами не предложили альтернативный вариант. Систему ценностей и собственное видение того, что такое демократия, права человека и ценностей. Послушайте, а как всё-таки в эту систему войти и свои правила диктовать? Это реально или мы всю жизнь теперь будем... Вот там, где мы ходим, да, вот ООН, например. Мы понимаем те правила, и в этих правилах мы отлично... Да, мы в Совете Безопасности, у нас есть право ВЕТА, а вот в этих организациях у нас этого нет. А там нет права ВЕТА вообще ни у кого. А, да, так что вы хотели сказать? У них право ВЕТА потому, что, ещё раз, в комиссию, которая занимается разрешёнными препаратами... Да плевать на препараты. Меня интересуют... По жизни, да. Препараты, это препараты. Меня интересует ситуация, в которой в течение уже нескольких, многих месяцев кричат про умеренную оппозицию, называя умеренной оппозицией боевиков, которые убивают мирное население, которые очевидные боевики. Но, оказывается, есть какие-то международные суды, которые говорят, ой, а может быть как-то с ними надо ещё договориться, постараться. Вот я про что говорю. Я говорю вот про эти виды допинга. Ну, для разнообразия. Можно ответить? Да. Ради разнообразия. Ради для разнообразия. К сожалению, значит, два аспекта. Первое, то, что Катя говорила, и то, что говорил напротив автор фильма. Есть правила, которые приняты в мире, и мы, в том числе Министерство спорта и Национальный Олимпийский комитет России их прекрасно знают. То, что на них закрывают глаза, это их проблема. Этот фильм снят про то, что эти правила написаны для того, чтобы их нарушать тем, кто придумал правила. А не для всех написано для всех. Давайте о терминах заговоримся. Это не правило. То, что не для всех, это не правило, Григорий. А не для всех написаны. А что же не все выполняют? Выполняют все. Вам же сказали, что смысл и суть не в правилах, которые действуют для всех, а в исключении... Которыми пользуются ингредиенты. Значит, каждая российская медома, имеющая на это право, все время подает заявку на то, чтобы иметь определенное количество машин, которые ездят с голубыми проблесковыми маячками. Огромное количество заявок от спортсменов, которые внезапно заболели. Одним дают правила, другим нет. Мы с вами ездим по правилам. Так или нет? Но правила единые. И мы имеем право подать заявление. Второе, то, что вы говорили о политике. Уйдем от спорта. До тех пор, пока, к сожалению, у разных стран есть разные отношения к терроризму. Одних называют борцами за права человека или за патриотизм, а других террористами, то нет. Россия, так же, как Советский Союз, поддерживала и поддерживает, и не считает террористами, Казбалу. Весь мир ее считает. Поэтому вот до тех пор, пока нет у единых стандартов политики. Можно одну форму, Григорий? Я хочу вам напомнить. Я хочу вам напомнить, друзья, Георгий, будь другом. Я просто скажу. Друзья, не мы ввели в международный, так сказать, обиход, в практику международной политики. Мы часть. Не мы, я понимаю, да. Лучшее причем, да. Не мы ввели в международный, худшее, равное, хорошо. Так вот, не мы ввели в международный обиход и в практику, формулу. Это сукин сын, но это наш сукин сын. Уважаемый Григорий. Знаете, кто это ввел? Сказать, да? Это ввели еще до рейдинг. Тем не менее, тем не менее, не заработает до сих пор, Григорий. Вот обратите внимание, разница между спортом, я как человек военный говорю, пусть и в запасе, разница в спорте. Он употребил, победил, проиграл, а это жизни человеческие. Что значит умеренная позиция, неумеренная. Сюжет в войне, в войне они пытаются навязать свои правила, их меняют эти правила. Мы играем честно и открыто. Все. Так что, так что, Майкл? Я хочу раскрыть секрет, только это секрет по лишеннелям. Да ты тут других-то и не раскрываешь, давай честно. Международные права это фиксы. Это фиксы, в которые все заинтересованы верить. Фиксы? Да, это фиксы. Когда надо, международные права употребляются. Я имею в виду, включаются. Например, когда это вам выгодно. Когда это... Это то, про что говорили, что сукин сын, но это наш мейкин сын. Международные права нужны как тубинку, чтобы наказывать кого-то. Но только здесь различие в том, что Майкл говорит, когда вам выгодно. А мы говорим, когда вам выгодно. Америка, будь здоров. Это все хорошо в этой игре и в этой манипуляции международными правами. Америка, это даже не обсуждается. А Россия тоже. Когда Россия бомбит мирных жителей, это гуманитарная операция. Понимаете? Но не ты ли в течение двух лет говорил здесь, в этой студии, при любых призывах, в том числе, вот я там бушевал со второго ряда, что нужно сначала поубивать террористов, а потом разбираться с Асадом. Не ты ли, сидя здесь, говорил мне десятки раз. Нет, ребята. Асад должен уйти. Асад должен уйти. Асад должен уйти. Асад там, сколько людей заплатили своими жизнями за то, что вы сначала настаивали на Асаде, говоря, что это умеренная оппозиция Асаду. Это на вашей совести. Да, Андрей. Асад там, благодаря людям, которые хотят, чтобы Асад был президентом Сирии. Я понимаю, что вас... Кто эти люди? Эти люди, которые... Сирийцы, не вы. Выбор. Пожалуйста. Феликс, ну ты тут пришел, господи, боже мой. Это в Сирии, а я говорил, что вам, арабы, будут уйти в ближайшие 30 лет. Вы сейчас получили первый акт. Три недели назад я еще раздался по Сирии. Я недавно был в Сирии. И скажу так, что ситуация там гораздо сложнее, в сто крат. Там вовлечены десятки государств, и там, конечно, не две силы, их 5, 6, 7, их огромное количество. Единственное, что по поводу игры, главное, не надо возмущаться, и главное, не надо, как сказал коллега прекрасный военный, сказал, честный, открытый выходить вот с картами, выложенными на стол. Не надо честный, открытый. Не надо, потому что Россия иногда так делает из-за, мне кажется, отсутствия ресурса. Потому что игра, прежде всего, требует азарта. Мы должны быть вовлечены полностью в эту игру. Полностью. А это как? А не честь, честь. Ну потому что мы должны... Смотрите на глаза девочки, которая сегодня говорила. Не надо, не надо простить их у ребенка. Это не игра. Это для вас игра. А для нее это жизнь. Если играть, то и как играют американцы и англосаксы, которые играют крайне цинично и крайне сложно. Они работают так на протяжении многих столетий. Мы должны учиться этому и делать так же. И главное, включать интеллект. Потому что огромное количество операций требует интеллектуальной подготовки. И в этом отношении мы немножко отстаем от наших дорогих коллег. Вместе с фикцией, что не фикцией. Не фикцией точно. Это последовательная позиция, последовательная политика США двоенных стандартов. США входят во Вьетнам, это нормально. Советский Союз входит во Вьетнам, СССР агрессор. США во Вьетнам, Советский Союз в Афганистан. Советский Союз в Афганистан, он агрессор. Он агрессор. Я оговорился, конечно же. Затем, Вашингтон бомбит Югославию. Это нормально. Те же США занимают Афганистан. Это нормально. Российская Федерация помогает Асаду. Законно избранному президенту США это ненормально. Смотрите, та же ситуация в спорте. Про права человека здесь правильно говорилось. Вот эта ситуация с запретом паралимпийской сборной России участвовать в паралимпиаде, это было еще и нарушение прав человека. Ведь сборной сказали, вы не можете участвовать, потому что ваше государство поощряет допинг. То, что государство поощряет допинг, не доказано. А даже если и поощряет, то при чем здесь эти конкретные люди? Ни один человек не был назван, кто из этой сборной допинг использовал. Короткая история Анатолия Кузичева про ровно то, про что вы говорите, Дмитрий Георгиевич. По поводу всего этого пафоса. Посмотрите в глаза девочки и так далее. Девочки, мальчики, посмотрите. Да, я обожаю тоже. Это хорошо работает, потому что спекуляции на детишках рыдающих всегда работают. Прекрасно. Я в 2014 году брал интервью у доктора Лизы, прекрасной женщины, блестящей женщины, да, Лизаэта Глин, которая возила гуманитарные конвои на Донбасс. И вот она мне говорит, и вот однажды я пришел в московский офис Красного Креста, внимание, международной организации Красного Креста, просил дать мне просто... Уважаемая. И просил просто дать мне такую справку, что вот мы везем, смотрите, шприцы, там оборудование медицинское, просто проверьте все машины, просто чтобы у нас мало-меньше проблем. Ей сказали, нет. Она говорит, а почему? Она говорит, потому что мне нравится политика вашего президента. Дословно цитирую. Международная организация Красного Креста. О чем мы говорим, ребята? Хватит сжрать этот кактус и надеяться, что он станет мягким, что эти тоже будут работать по правилам. Никогда такого не будет, ребята. Все. Девушка, а я вот вас хочу спросить, тут многие переживали из-за того, какие у вас грустные глаза. А что бы вы ответили этим людям про ваши грустные глаза? Мне-то кажется, они могли бы быть не такими грустными, если бы кое-кто не кричал слишком долго. Действительно, кричали очень долго и кричали по-разному. Конечно, если Россия будет играть, то всему миру, возможно, станет понятно. Но это уже будет нечестно. А Россия научилась и всегда играла честно. Поэтому это вот.